Том 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Приятная новость для поклонников Бородиной! Ксения открыла третий салон красоты! Поддержать Ксюшу на открытии пришли ее подруги Наталья Варвина, Виктория Романец и Дарья Пынзер. Новенькой Кате Зиновьевой нравится Виталик Малышев. Девушка ухаживает за парнем и сегодня утром сыграла ему на гитаре в мужской спальне и спела песню. Виталику это очень понравилось. Он сказал, что обычно просыпался с плохим настроением, а сегодня Катя улучшила ему настроение. Александра Шева считает, что Денис Ковалев пишет гадости о дне и в сети только для того, чтобы хоть как-то напомнить о себе. Лилия Четрару и Сергей Захарьяш планируют покинуть проект в ближайшее время. Вчера в эфире обсуждали поклонника Марины Тристановной. Мужчина живет в Воронеже. Он увидел ее на проекте и заинтересовался. Дарит ей подарки – дорогой крем, шубу, букеты цветов и уже говорит о росписи и свадьбе. Поклонник хотел устроить Марине Тристановне красивый романтик и прилететь за ней на поляну на вертолете. Сейчас он улетел в Таиланд и звал женщину с собой. Валера признался, что они с татой очень не хотят лишиться помощи бабушки и даже предложили Марине Тристановне позвать этого мужчину на проект. Однако она уверена, что на шоу он не приедет. Татьяна Графова обещает в скором времени вернуться на Сейшельские острова, но не в качестве участницы, а в качестве гида. Интересная новость с сайта шлок. Вчера на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале Россия-1 обсуждали бывшего участника реалити-шоу Вальтера и его историю с психбольницей. Андрей Черкасов сообщил, что теперь на проект раз в месяц будут возвращать бывших участников по итогам зрительского голосования. В приложении ТНТ Клаб зрители теперь могут голосовать за возвращение того или иного участника. Никто не верит в чувства Алексея Чайчица к Лизе Триандефилиде. Ребята считают, что Леша приспособленец, однако сам парень заявляет, что они с Лизой пока не ставят глобальных целей. Их отношения только начинаются и это нормально. Саша Шева задумалась о мамопластике. По возвращению с Сейшел она хочет сходить на консультацию к пластическому хирургу. Костя Иванов помирился с Сашей Гозиас, однако пока они общаются просто как друзья. Иванов написал «Думаю, мы могли бы возобновить отношения, если бы вернулись на проект. Там все началось и там же должно продолжиться. Без советов ведущих мы не справляемся с нашими импульсивными отношениями». Бывшая участница Полина Лобанова поделилась, что благодаря Дому-2 она все-таки нашла свою вторую половинку. Не первый день поклонники проекта обсуждают возможную свадьбу Андрея Черкасовой и Кристины Ослиной. Ребята живут вместе уже довольно долго, однако так до сих пор не решились стать супругами. Черкасов уверен в своей избраннице, однако с ЗАГСом не спешит. А вчера Андрей выложил на своей странице фото свадебных костюмов, а Ослина показала подписчикам фотосессию в красивом платье. Поклонники подозревают, что совсем скоро ребята станут мужем и женой. Помимо работы телеведущей и музыкальной карьеры, Ольга Бузова снимается в различных фильмах. В данный момент Оля появилась в нескольких знаменитых кинокартинах, однако только в эпизодических ролях. Последний фильм с участием Бузовой вышел несколько дней назад, а режиссером в нем выступил Кирилл Плетнев. По словам режиссера, в ходе съемок не возникло никаких проблем с Ольгой. Более того, Кирилл был в восторге от ведущей и готов снять ее в главной роли. Мужчина признался, что хотел бы создать фильм, связанный с Бузовой и телепроектом Дом 2. Стоит отметить, что кинокартина Жги стала дебютной работой Плетнева, ведь до этого он снимал только короткометражки, а также сам был актером. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok